Долгожданный смартфон Samsung Galaxy S10. Как обычно, приобрел по предзаказу новый флагман линейки Galaxy на замену моей девятой галактики, с которой проходил ровно год. Забегая вперед, хочу сказать, что в этом году у Samsung получился не столь однозначный гаджет, как было в прошлые два раза, в случае с S8 и S9, которые объективно имели мало слабых сторон. Тем не менее, даже при всей своей неоднозначности у десятой галактики есть очевидные преимущества, которые почти дотягивают до так называемых киллер-фич, о чем, собственно, и расскажу и покажу в этом ролике. Начну с распаковки и, как обычно, комплектация – это одна из сильных сторон Samsung. В комплекте идет фирменная 2А зарядка, по умолчанию поддерживающая быструю зарядку смартфона, переходник мама-папа с обычного USB на USB-C и переходничок с microUSB на USB-C. Тут же уложен обычный, относительно вялый, как показала практика предыдущих галактик, провод для зарядки и передачи данных и проводные наушники AKG со сменными амбушюрами. По внешнему виду они ничем, кроме цвета, не отличаются от предыдущих комплектных наушников прошлых галактик. Посмотрим, так ли на практике. Сам смартфон, что характерно, с двумя пленками на экране, маркетинговая пленка и впервые защитная из коробки. Посмотрим, как она поведет себя со временем. Первое включение смартфона и все как обычно – приветствие и настройка. Самое главное при первом включении – это перенос данных со старого смартфона. Если в прошлый раз при переносе данных с S8 Plus на S9 Plus синхронизация прошла коряво и не полностью, это я помню, я про это рассказывал в ролике в одном из, то в этот раз перенос данных прошел корректно процентов на 90. Учитывая мой большой массив данных, это довольно хорошо. Но все равно пришлось немного донастроить и досинхронизировать некоторые приложения вручную. Сразу после всех настроек на десятку прилетело обновление по воздуху на 520 мегабайт, которое я сразу установил. Теперь немного внешнего вида и качества исполнения в сравнении с предыдущими сериями Галактик. Дизайн задней части не испортили, все в стиле Самсунга. Тактильный телефон, как и прежде, приятен, но все еще такой же скользкий. И вот тут хочу сразу объяснить, почему именно S10, а не S10 Plus. Выбирая смартфон, подержал в руках обе версии и от версии Plus был немножечко разочарован. Во-первых, круглый вырез под фронтальную камеру, с которой еще худо-бедно можно как намериться. Выглядит он более-менее терпимо у обычной десятки. То у Plus версии он негармонично овальный, как темная колбаса в правом верхнем углу, которая еще больше съедает активную площадь дисплея. Учитывая, что мне селфи-камера даром не сдалась, и я бы лучше купил смартфон вообще без этого, глазом на экране. Но, видимо, таких юзеров, как я, меньшинство, раз все производители так извращаются с этими селфи-камерами. Второй довольно значительный косяк – это физическая кнопка питания, которую Samsung почему-то задрал вверх, и это реально неудобно. На восьмерке и на девятке она была в отличном месте, несмотря на версию Plus. Но нет, в десятой серии зачем-то увели ее вверх. Если в обычной десятой версии, несмотря на то, что даже в ней кнопка выше, чем у Galaxy S9 Plus, ей более-менее можно пользоваться, то у Plus версии даже с моей большой ладонью нажать эту кнопку неудобно просто нажимать ее. Видимо, у Samsung фетиш изобретать велосипед и портить, очевидно, правильную эргономику. Вспомнить хотя бы историю со сканером отпечатка на восьмой галактике, который потом переносили на Note, на Galaxy S9. По сути, обычная десятая галактика по своим качественным характеристикам повторяет Galaxy S9 Plus, ну, с разницей на уровне погрешности. Батарея 3500 против 3400, экран 6.2 против 6.1 и так далее. Качественные характеристики плюс-минус те же самые. Не знаю насчет кнопки включения, но либо специально они это делают, чтобы потом вернуть кнопку назад в следующей серии, либо преподнести как улучшение, как было с тем же отпечатком у восьмерки, который на девятке сделали в правильном месте. Почему белый смартфон? По двум причинам. Первая причина, это как показал опыт крашеных самсунговских рамок. Будь он хоть трижды в чехле и аккуратно эксплуатироваться, все равно появляются облизания этой краски и выглядит это ну... Например, у друга на Note спустя год облезла рамка. Выглядит, но не очень. Моя восьмерка тоже облезла, особенно заметно на ободке вокруг камеры. Так вот, у белой десятки, в отличие от других версий, рамки, судя по всему, не крашены. Есть надежда, что свою эстетику они спустя годы не потеряют. Так как облезать тут просто нечему. Вторая причина, это менее заметные царапины и разводы на белой версии. Ну, это очевидно. Ну и в-третьих, хотелось бы добавить, что по-любому десятку буду прятать в чехол. Потому что, кто бы что ни говорил, эти гнутые экраны бьются на раз-два. Будь ты хоть сто раз аккуратным, осторожным. Будь там хоть Gorilla Glass 6, как сейчас заявляют. В свое время тоже говорили, что Gorilla Glass неубиваемая пятая, четвертая серия. Может просто не повезти и смартфон разобьется случайно. Такое бывает. У меня такое произошло с Galaxy S8+. Теперь ремонт всего этого добра обойдется в стоимость половины смартфона. Неприятная история на самом деле. Итак, теперь по смартфону. Новая особенность 10 серии – это реверсивная зарядка, которая позволяет заряжать гаджеты без проводов от смартфона. Активируется она из шторки, после чего можно начинать зарядку. Первым делом попробовал ее на своих Galaxy Watch. И положив часы на телефон, стало сразу понятно, что никаких препятствий, даже самых минимальных, быть не должно при зарядке. Часы не смогли начать зарядку, потому что им мешал относительно тонкий, неширокий по площади металлический ремешок. Чтобы часы начали заряжаться, пришлось как бы одеть их на смартфон. И только в таком положении началась зарядка. Но это к вопросу о чехлах, особенно неоригинальных, которые теоретически могут заглушить эту функцию своим присутствием. Учитывая, что банально те же Galaxy Watch не могут подзаряжаться от провода напрямую, и для их подзарядки нужны дополнительные устройства, такие как эта непонятного вида ерунда, идущая в комплекте с часами, да еще и работающая от microUSB, то эта функция очень интересная. Не нужно таскать или возить с собой дополнительные зарядки, какие-то устройства. Достаточно просто иметь смартфон под рукой. По поводу экранов. Десятка, как водится для AMOLED от Samsung, имеет хороший запас яркости. Сам экран имеет сочные, контрастные цвета уже из коробки. По самим настройкам и цветам покажу чуть подробнее дальше. На примере ролика хочу показать, как видео с YouTube в формате Full HD 60 кадров с высоким битрейтом выглядят на этих экранах, растянув ролик по максимуму под формат экрана. 17,5 к 9. Ну и первым делом, конечно, бросается в глаза, в кавычках, жирный битый пиксель, не знаю, как его еще обозвать. В общем, селфи-камера у 10-й галактики. К нему, конечно, быстро привыкаешь, но когда оба смартфона лежат рядом, все равно эта штука бросается в глаза, и интуитивно хочется, чтобы ее не было. Уже молчу про 10+, где вместо круга на экране темная колбаса. Не знаю, насколько быстро к этому можно привыкнуть, и можно ли вообще, посмотрим со временем. На примере видео также хочу сказать, что без калибровки цветов в стоковых режимах дисплея картинка на 9-ке кажется более естественной. Передающие цвета более правильно, что ли. В то время как у 10-ки присутствует какая-то пелена, отдающая в синие оттенки. У Samsung каждый год на презентации появляются лучшие экраны на рынке, появляются новые маркетинговые названия, динамик, AMOLED, Infinity-O-Display. Все это красиво, конечно, но только на деле все плюс-минус то же самое. Каждый год мы видим. Лучше бы вместо этого маркетинга с экранами что-то сделали с точки зрения технологий, потому что та же девятка за год немного выгорела у меня. Я показывал это в одном из предыдущих роликов про One UI. В динамике этого, конечно, незаметно, но на белом фоне есть такая полоса на экране. Не очень приятно, когда ее замечаешь. В любом случае, как всегда, во флагманских галактиках экран очень неплох. Думаю, после калибровки под себя можно будет добиться максимально правильных и комфортных цветов. Посмотрим. Как уже показывал, в комплекте идут наушники AKG белого цвета. На мой субъективный взгляд, сами наушники по звучанию вообще не отличаются от предыдущих комплектных, тех же самых AKG, которые лежали в 8-й и 9-й галактике. Но вот звучание самих смартфонов с настройками из коробки с этими наушниками показало, что у десятки с этим ощутимо лучше. Звук имеет минимум посторонних шумов, сбалансированный, в то время как у девятки на фоне прослеживаются какие-то слабые шумы, и фон все-таки чувствуется. И баланс у нее больше уходит в сторону средних и высоких частот. Причем, не послушав десятку, я бы, наверное, это не заметил. Но в сравнении это ощущается. Видимо, все-таки в Самсунге поработали над звуком, и в десятке как-то его даже улучшили. Это хорошо. Теперь по поводу прошивки и программных отличий. Они незначительные, но они есть. Оба смартфона на девятом андроиде с так называемой оболочкой One UI. Первая в закладке подключения перенесли опцию мобильные сети. В девятке ее тут нет, в десятке есть. В закладке дисплей общая картина по выбору опций идентична. Но вот закладку режим экрана переработали в десятке, и она отличается по выбору опций и визуальной составляющей. В целом настроек достаточно и там, и там, чтобы откалибровать цвета под себя, кому как нравится. В закладке главный экран зачем-то переименовали саму опцию ориентации главного экрана. Зачем непонятно, но суть одна и та же сохранилась. Самое смешное, что в сведениях об оболочке в закладке главный экран у девятой галактики отображается Samsung Experience, а у десятки One UI. Хотя, в общем-то, и девятка на девятом андроиде, и по факту тоже с оболочкой One UI, и десятка. Тем не менее, или поленились, или не успели поменять текст справки о приложении, не знаю. Отдельно в закладке дисплей стоит сказать про опцию полноэкранные приложения. Здесь можно скрыть селфи-камеру, срезав экран на полсантиметра, и подогнав приложение. Реализовано в целом неплохо, но в таком случае верхняя рамка становится чудовищно большой. Негармоничный и некрасивый. Не знаю, кто будет этим пользоваться, но лучше уж потерпеть селфи-камеру в экране, на мой взгляд, чем вот такую вот рамку сверху делать. Закладка навигационной панели имеет некоторые различия. Ввиду того, что у десятки, фактически вместо кнопки «Домой», которая была раньше под экраном, теперь стоит сканер отпечатков пальцев. Очень приятная кнопка, кстати, была с обратной связью при нажатии, на девятке к ней привык, и первые дни с десяткой ее, если честно, не хватает. Кстати, версии оболочек разные. У девятки 1.0, у десятки 1.1. Параметры разработчика идентичные. Надеялся, что добавят кодеки для Bluetooth, хотя бы и 5xHD, но не тут-то было. В девятнадцатом году такой же стандартный набор кодеков, как и в семнадцатом. Конечно, Samsung не особо на эту тему заморачиваются. А вот теперь самое интересное, ради чего, наверное, стоит смотреть в сторону десятки. Это камера с возможностью широкоформатной съемки. По сути, приложение камера схоже на обоих смартфонов, но в десятке есть небольшие отличия. Добавили некоторые опции в закладке «Живые фото». Режим Pro все такой же гибкий, имеет возможность изменять диафрагму от 1.5 до 2.4, как это было и раньше. На деле эта возможность оказалась действительно классной. В свое время в Samsung Delight, посмотрев на презентацию этой технологии, скептически отнесся к этой фишке, но за год использования оценил по достоинству. Так как получил много хороших кадров, играем этим параметром в различных световых сценариях. А теперь по поводу широкоформата в режиме видео. И здесь не все так сладко. Завышенные ожидания разбились в тот момент, когда я заметил, что снимать ширик можно только при 30 кадрах в секунду. Да, он работает и в 4К, но только на 30 кадрах. То же самое касается и Full HD. Только 30 кадров. Была надежда, что эта возможность сможет полностью заменить мою GoPro, но нет. Просто в 2019-м контент с 30 кадрами может выглядеть хорошо, ну в лучшем случае в Инстаграме или в чате Ватсапа для друзей. Для Ютуба 30 кадров это уже так себе. Теперь по поводу начинки. Процессор Exynos ожидаемо спрогрессировал до 8-нанометрового техпроцесса. На 30 МГц разогнали пиковую частоту для процессора. Новый GPU от Mali. 8 ГБ оперативной памяти, которая как водится на 50% забита из коробки. В общем-то закономерный апгрейд железа. По поводу автономности сравнивая с девяткой, плюс-минус та же самая. Девятка разряжается чуть-чуть быстрее, ну видимо из-за того, что аккумулятор все-таки устал. Десятка держится пока получше. В любом случае покажу небольшое сравнение старого и нового Exynos на примере запуска некоторых приложений. Продолжение следует... И теперь подобрались к самой переоцененной фишке 10-й галактики. Это сканер отпечатка пальцев под экраном. Не знаю у кого он там идеально работает, в каких обзорах, на каких презентациях, но на деле работает, если честно, так себе. Тактильно он никак не ощущается, срабатывает с небольшой задержкой. Попасть в него с первого раза, не глядя, ну крайне непросто. Надо, конечно, посмотреть на экран, чтобы точно попасть в то место, где находится отпечаток. Может быть нужно какое-то время, чтобы к этому привыкнуть, чтобы нащупать это место. Тем не менее, вот первые дни использования, попасть в первого раза у меня получается не сразу, скажем так. А даже если попадешь, то, что возможность его срабатывания тоже не стопроцентная. То пишет, нажмите чуть сильнее, то удерживайте палец на датчике немного дольше, то убедитесь, что палец полностью накрыл экран. При том, что палец я как только не добавлял, и так, и сяк, и наперекосяк. То есть 4 отпечатка, это максимальное возможное количество отпечатков, которые можно добавить. Вот уж точно где тройная безопасность. Тут не только злоумышленники. Сам владелец свой смартфон без геморроя не разблокирует. Ну, слава богу, что есть смарт-разблокировка с синхронизацией на Galaxy Watch. И я, собственно говоря, ее и поставил, чтобы отпечатком пользоваться, ну, в худшем случае, только для Samsung Pay. Какие первые выводы можно сделать по поводу 10-й галактики от Samsung? Самая оптимальная версия, на мой взгляд, из всех представленных, это именно простая десятка. Версия E, она маленькая, с урезанным функционалом. Версия 10+, уже чересчур большая, с черной колбасой на экране. В новой серии сохранили строгий дизайн, дали возможность выбора некрашенной металлической рамки, создали идеальные габариты в случае с обычной версией десятки, но при этом задрали кнопку питания и специально сделали ее менее удобной, чем раньше. Еще, судя по всему, хорошо поработали со звуком, в целом улучшили железо, узлы, работать стал чуть шустрее. Несмотря на мои замечания, для себя все равно не вижу альтернатив флагманам от Samsung на сегодняшний момент. Да, в свое время восьмерка и девятка произвели большее впечатление и не вызвали таких противоречий, как есть сейчас в десятке. Для тех, кто думает менять восьмерку или девятку на десятку, ну, вот с рациональной точки зрения этого делать не стоит абсолютно. Samsung сами себе задирают планку и не могут уже опуститься ниже в последующих флагманах. Вводят какие-то новые фишки, киллер-фичи так называемые, которые работают, ну, не знаю, на мой первый взгляд, не все идеально, мягко скажем. Напоследок, все-таки, хотелось бы посоветовать Samsung уделять больше внимания технологиям и их реализации, а не агрессивному маркетингу и покупке лояльных обзоров в YouTube на все бюджеты. Обычных пользователей вы же все равно не обманете, если будете такие подводные камни устраивать, как этот сканер под экраном, который работает вот таким вот образом. Это было первое знакомство с десяткой. Как говорится, будем вести наблюдение. Если что-то интересное появится, о чем можно будет поделиться, рассказать, обязательно это сделаю. Субтитры создавал DimaTorzok